Привет друзья! Власти Испании приняли решение о передаче Украине четырех ЗРК МИМ-23 ХОК. ЗРК ХОК разработан и принят на вооружение в США в 1960 году, после чего выпускался по лицензии многими странами. В 1994 году ЗРК ХОК был заменен в США на ЗРК Петриот. Вероятность поражения цели одной ракетой ЗРК ХОК составляет 56%. Модификация АйХОК улучшила этот показатель до 85%. Если сравнить с российскими ЗРК, то аналоги это ЗРК С-125 и ЗРК 2К-12К в 1960-х и 1970-х годах. Подобный ЗРК размещался Турцией на ливийской авиабазе Альбати, где успешно блокировался египетскими комплексами РЭП истребителей МиГ-29 и Мираж 2009 Объединенных Арабских Эмиратов. Время на доработки ЗРК на отказ 300-400 часов у последних версий. Дальность поражения цели от 1,5 до 35 км. Высота поражения цели от 60 метров до 18 км. Это данные модернизированных версий. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр, мы осветим все.